Строительный четырехгусечный вездеход SVG-701 «Ямал» Тяжелый четырехгусечный сочлененный строительный транспортер «Ямал» SVG-701 был предназначен для перевозки крупноговоритных грузов массой до 70 тонн при обслуживании различных объектов, заболоченных, сводненных и снежных районов северных регионов. Мог он использоваться и как база для установки кранов, эскаваторов, бурильных установок и другого технологического разнообразного оборудования и строительных машин. Разработка этой машины осуществлялась совместно с Ассоциацией «Нефть-Газ-Строймаш» и канадской фирмы «Формфост» в течение ряда лет, но было изготовлено только два опытных образца. Транспортер состоит из двух независимых двухопытных гусечных тележек, связанных между собой с жесткой грузовой платформой. В передней части этой платформы размещена комфортабельная кабина управления с тройной системой жизнеобеспечения от основного двигателя, автономного 9 кВт, дизель-генератора и жидкостного теплогенератора. За кабиной размещается моторный отсек, в котором скомпонован дизельный двигатель мощностью 526 кВт и лебедка тяговой установкой 450 кН. Лебедка предназначена для затаскивания на платформу тяжелых грузов, вытаскивания из болот застрявшей техники, протаскивания трут через преграды и болота, самовытаскивания транспортера и его возможных застреваний в тяжелых грунтовых условиях. Высокая проходимость транспортера на труднопроходимых местах достигается очень широкими эластичными резинометаллическими гусеницами в сочлененном пневматическом опорном катке, который обеспечивает хороший контакт с грунтом и низким давлением на грунт. Габаритные размеры транспортера, длина 2560 мм, ширина 4700 мм, высота 4500 мм, дорожный просвет 520 мм, длина платформы для установки грузов 12,5 м, общая маза транспортера с предельным грузом 97,5 тонн. Минимальный радиус поворота равен 22 метра, максимальная скорость движения по местности 15 км в час. Транспортер не плавает, но может преодолеть брод глубиной до 3 метров. В 1985 году были построены два опытных экземпляра, они проходили испытания в различных регионах Сибири в течение нескольких лет. К началу 90-х, после небольшого доработки, Ямалы были готовы к серийному производству, но распад страны помешал этим планам. Готовые машины работали еще несколько десятков лет, пока не выработали свой ресурс и были утилизированы. Большое спасибо за просмотр. Как вам такой вездеход? Пишите в комментариях.